Всем тихой ночи! В последнее время вселенная Backrooms начала претендовать на роль нового SCP, о чем я уже говорил в другом видео, ссылка на которое есть в описании. Только вместо SCP-объектов в этом странном мире есть огромные пустые номерные пространства-уровни. В них можно путешествовать долгими днями и не встречать ничего и никого. Однако иногда в коридорах встречаются различные существа, монстры и сущности. В этом видео мы узнаем, каких тварей можно встретить в закулисье, на примере самых популярных существ, переводы которых есть на русскоязычной версии официального сайта. И кто же самый популярный и меметичный монстр закулисья? Это сущность номер 67. Тусовщик. Невероятно умная, агрессивная, смертоносная тварь. А еще и достаточно сообразительная, чтобы не пугать жертву типичными страшилками. Если вы забрели в какое-нибудь мрачное логово, в котором слышны леденящие душу завывания, всюду черные подтеки и в конце вам попался монстр, вы точно не встретили тусовщиков. Если вы встретите тусовщика, он будет дружелюбен, весел и, конечно же, попытается создать атмосферу веселой тусовки, за что и получил свое имя. Даже свою нечеловеческую внешность, существо пытается сделать более дружелюбный, рисуя на своей безликой голове улыбающийся смайлик. Все это существа делают, чтобы неосторожный путник потерял бдительность и стал легкой добычей. Тусовщики любят заманивать к себе воздушными шариками, конфетти и другой атрибутикой праздника. Так что если человек посреди мрачного закулисья вдруг оказывается на опраздновании стереотипного дня рождения, ему лучше не тратить время на размышления о том, кого же тут поздравляют, а лучше бежать. И бежать лучше как можно быстрее. Потому что где-то там среди шаров и столов с тартами спрятались высокие создания с желтой кожей, готовые наброситься на человека, схватить его и погрузить в мягкое человеческое тело свои пальцы, каждый из которых оборудован небольшой пастью, с двумя острыми, как бритва зубами. Участь их жертвы незавидна, и ее смерть вряд ли будет легкой. Хотя иногда тусовщики вместо того, чтобы убить человека, превращают его в себе подобного. Да, было обнаружено, что эти монстры могут преобразовывать людей в себе подобных. Говорят, они как бы могут перепрограммировать человека, делая его разум копией своего, попутно изменяя тело жертвы. Благодаря тому, что среди этих существ есть немало бывших людей, они научились пользоваться техникой человеческих жителей за кулисья, и часто развлекаются тем, что вносят правки в базу данных монстров и явлений Бекрумса, которыми пользуются путники. Делают они это для того, чтобы выставить себя добрыми существами, а свои ловушки чем-то безобидным. Однако, похоже, их понимание человеческой культуры весьма ограничено, потому что их правки всегда можно распознать по большому количеству смайликов и характерному шутливому стилю письма, явно не подходящему для описания мрачных уровней за кулисья. Тусовщики очень агрессивны по отношению к людям, но у них были противники среди монстров. Сущности, имеющие номер 68, прозванные занудами, это человекоподобные существа, плотно укутанные в одежду и носящие маски, так что их настоящая внешность так и осталась неизвестной. А известны они были своим неагрессивным характером и добрым отношением к людям. Однако на сегодня считается, что тусовщики полностью их уничтожили, и встретить их, скорее всего, не получится. Но не все существа за кулисья так опасны. Вот есть, например, сущность, обозначенная как А10, носящая имя Перестук. Многие люди, попавшие в за кулисье, говорят, что иногда им кажется, что в пространстве между стен почти на каждом из уровней есть что-то живое. Поначалу, когда путник слышит отдельные стуки около стен, он не придаёт им особого значения. Однако со временем начинаешь понимать, что стуки слышны везде, и они как будто бы имеют какую-то закономерность. Начинает казаться, что постукивание зависит от действий человека. Один анонимный странник заметил, что стуки образуют различные сообщения Азбук и Морзе, и даже попробовал настучать какой-то ответ, и с удивлением обнаружил, что сущность начала с ним общение. Вскоре сущность научилась реагировать не только на стук, но и на речь человека, а затем научилась произносить отдельные слова и короткие фразы. К сожалению, личность странника, научившего монстра общаться, так и осталась неизвестной. А ведь именно благодаря ему путники открыли для себя такое доброжелательное существо. Одному из странников удалось с ним подружиться, и монстр дал себя увидеть, как-то раз показавшись в проломе стены. Это оказалось аморфное существо, похожее на гель, и способное течь буквально в любом направлении, и благодаря этому путешествовать по миру Бекрумса, по вентиляции, трубам и внутри полых стен. Так и проводит оно свои дни, перетекая с места на место, и пытаясь найти такого странника, который станет с ним общаться. В мире закулисья вообще достаточно много таких монстров, само существование которых крайне просто не заметить. Это справедливо также для А-16, спасителя. Это существо крайне сложно увидеть. Странники, которым все же удалось его заметить, говорят, что он похож на старика, состоящего из какой-то призрачной полупрозрачной субстанции. Чаще его присутствие выдает шум, который он издает. Монстр кряхтит, вздыхает. Также от него иногда слышен звук металлического скрежета. Будучи замеченным, он всегда стремится больше не попадаться на глаза, и по возможности покинуть уровень, где его видели. Но главное, чем он себя проявляет, это нацарапанные на стенах надписи, оставляемые самим спасителем. В них содержится описание всякой жести, которая может случиться с человеком в Бэкрумсе. И поначалу путники думали, что существо просто так их пугает, расписывая все те ужасные вещи, которые могут случиться с ними. Но со временем стало понятно, что это описание того, что может стать недостаточно осторожным человеком на текущем уровне. После того, как люди узнали, что призрак таким образом предупреждает их об опасности, нацарапанные на стенах страшные предупреждения, сохранили немало жизней, а сама сущность и получила свое текущее имя – Спаситель. В большинстве уровней встретить другого человека или даже монстра достаточно трудно, но есть уровень номер пять, в котором напротив полно существ. О нем я уже говорил в прошлом видео по закулисью. Тут скажу только, что это бесконечный отель, буквально кишащий самыми разными тварями, и помимо прочего, в нем можно увидеть уникальную сущность, имеющую номер А-16, и получившую имя – Зверь пятого уровня. Существо это крайне скрытное, и по большей части молча наблюдающее за приключениями странников. Вживую его чаще всего никто не встречает, но те, кому не повезло столкнуться с ним лично, рассказывают, что перед встречей они начали его видеть на картинах на стенах, в узорах обоев, и слышать его странный голос отовсюду. В какой-то момент странник замечает нечто краем глаза, и в тот же момент перед ним появляется фигура в деловом костюме с каким-то странным организмом вместо головы. Монстр представляется владельцем этого места и предлагает некую сделку, суть которой в том, что нужно выполнить пару поручений. Среди переживших встречу с сущностью странников нет никого, кто бы согласился, так что по всей видимости, лучше не повторять ошибок тех, кто поверил речам зверя. Кстати, я упоминал, что большинству из тех, кто попадает в Backrooms, становится доступной база данных существ и явлений. Та самая, которую мы читаем на официальном сайте, и некоторые твари тоже способны ее читать и редактировать. Вот те же тусовщики. Но если у них это получается не очень хорошо, то вот сущность номер 50, получившая прозвище «Забытый человек», преуспела в этом намного больше. Оно написало целую статью само про себя. И в этой статье написано, что забытый человек – это монстр, который отказался от всех своих чувств. Он лишился глаз и теперь не видит. Разбил себе нос и теперь не чувствует запахи. Проколол себе уши и теперь не слышит. Единственное, что ведет его – это голод. И для удовлетворения его он ищет путников. Но как же он их ищет, если он ничего не воспринимает? Особенность этого монстра в том, что он знает о человеке ровно столько, сколько человек знает о нем. Путник прочел строчку о том, что существо ничего не видит. Теперь монстр знает, что видит человек. Путник прочел о том, что монстр ничего не слышит. Теперь монстр знает, что услышал Путник. И вот читатель доходит до строчки, из которой становится понятно, что чудовище собирается его сожрать. И монстр теперь знает, что человек намерен делать, куда бежать и как попытается себя защищать. Это была небольшая подборка существ за кулисья. Как по мне, это очень классно, что вместо уже всем надоевшей идеи большого и страшного чудища, сущности Бекрумса действительно удивляют своими свойствами. Всем пока!